Время Отца и Сына и Святаго Духа С праздником! Наше спасение во Христе осуществилось уже 2000 лет назад. Истина воскресения Христова воссияла с такой силой, что мир в целом стал христианским. Характерно, что святые апостолы были уверены, что второе пришествие Христова будет еще при их земной жизни. И эта интуиция не была, в принципе, ошибочной. Это жажда апостольская победы истины во Христе. Но премудрость Божия, промысел Божий, он выше человеческого понимания. Он выше даже самой человеческой жажды правды Божией. Господь все своим промыслом объемлет. И человеческая история после воскресения Христова длится еще столетия и столетия. И мы не знаем и бессмысленно гадать, сколько она еще продлится вплоть до второго пришествия Христова. И Господь своим промыслом участвует в этой истории, созидая Богочеловеческое тело своей Церкви. Участвует Пресвятая Богородица, участвуют все святые. И мы видим, что человеческая история и христианская история, и история Церкви, она исполнена и многих событий, и великих, можно сказать, и свершений, но исполнена и в своем роде порой великих, можно сказать, драм, драматических событий, в которых тоже промысел Божий, безусловно, действует. Конечно, совершенно особая история христианская, история Церкви. Это история именно Русской Церкви. И какое удивительное количество святынь, и какое удивительное количество одних только чудотворных икон Пресвятой Богородицы и ее заступничества. Празднуя икону, почитая икону Боголюбской Божьей Матери, мы, обратясь к истории нашей, истории нашей Церкви, видим, насколько действительно удивителен промысел Божий, и как Господь не чуждается и Пресвятая Богородица участвовать в тех или иных событиях, которые являются и непростыми, и трудными, и, можно сказать, даже до сего дня порой они являются трудными для постижения всего промысла Божьего для нашего восприятия. Святой князь Андрей Боголюбский, он являет великое послушание воли Божией и великую веру Господу и Пресвятой Богородице в тех судьбоносных для Руси событиях еще до монгольского нашествия. И он же, святой князь Андрей Боголюбский, погибает от руки своих соплепенников, и Господь попускает ему мученическую кончину. И такое происходит, начиная еще с древних святых, святых пророков ветхозаветных, со святых апостолов, происходит со многими и многими святыми, потому что таким образом они разделяют правду Божию, разделяют путь Христов, который во многом является путем на Голгофу. И сораспятие Господу – это тоже возможность участвовать в правде Божией, возможность взойти вместе с Господом на Его Голгофу, когда простой человеческий крест, несгод, становится на самом деле спасительным для каждого отдельного человека, становится крестом Христовым. Но для этого действительно требуется усилие веры. Восприятие спасения не может происходить без обретения веры и осуществления жизни по вере. И об этом мы должны всегда помнить, что по самой формальной принадлежности к Церкви, потому что мы крещеные, потому что мы переступаем порог храма, мы, если это усилие веры не будем совершать, мы ни от чего не гарантированы. Мы не изъяты еще из этого мира. Мы можем оказаться не просто в гуще этого мира, который возле лежит, и действительно живем в гуще этого мира. Мы всегда можем оказаться подвержены действию страстей, которыми живет этот мир, если не противопоставим этим страстям само усилие веры, саму возможность последования за Христом. Такой гарантии формальной никогда никто не имел. Фарисеи, книжники, многие соплеменники Христа были уверены, что по своему происхождению, по своей принадлежности к формальному исполнению закона, они уже гарантированы для того, чтобы обрести Мессию истинного Царя Израильского, когда Он придет. И по своей формальной праведности, по своей гордыне, не только не узнают истинного Мессию, но и предают Его на смерть крестную. И такое повторяется в истории, собственно говоря, неоднократно. Как святые отцы говорят, очень опасно действовать по страсти. Конечно, это прежде всего относится к отдельному человеку, но порой это относится и к целым народам. Разве столетней давности русская революция – это не действие по страсти, когда целый народ этими страстями является обуреваемым и обуреваем фактически бесами. В XVIII столетии, к примеру, когда русский народ хорошо знал, какое явление, какое заступничество является Пресвятая Богородица и в особенности икона Боголюбской Божией Матери при чумовых поветрях, при моровой язве, происходит такая очень и очень трагичная и драматичная история, когда чумной бунт в Москве. И это предваряется действиями митрополита Амвросия, вполне благочестивого архиерея, можно сказать, сатаинника, другого удивительного подвижника, митрополита Арсения Мациевича, современника, митрополита Амвросия, который, может быть, один из немногих случаев дерзнул возвысить глаз перед царским двором в защиту церкви, в защиту и против тех тенденций, в защиту церкви, секулярных, которые в XVIII веке уже на церковь надвинулись и фактически умер мученической смертью в заключении. А вот его сатаинник, митрополит Амвросий, московский, был убит толпой, которая ворвалась в Донской монастырь, потому что из-за чумы он в какой-то момент закрыл на время доступ к боголюбской иконе Божьей Матери. И это совершенно такая характерная и драматичная история. Погиб и митрополит, и были потом казнены его убийцы и преданы анафеме. Это, конечно, страшная история, но она иллюстрирует то, что бывает, когда люди начинают действовать по страсти. Вот мы дожили до таких времен, когда наша церковь стоит перед новыми вызовами. Вся эта история с пандемией, она тоже очень характерна. Прежде всего, за ней стоят, конечно, внушения страха человеческого, когда перед этими разнообразными действиями по внушению этого страха человеческого современный человек оказывается словно бы и бессилен, оказывается очень легко подвергается различным манипуляциям сознания, разного рода внушениям. Но что этому может противопоставить церковь, которая этим всем тоже оказывается испытываема? И народ Божий, и народ церковный. Прежде всего, трезвое стремление к обретению правды Божией. Прежде всего, молитва о том, чтобы церковь явила истинно соборные ответы на эти вызовы как стремление, как осознание, как осуществление правды Христовой. Прежде всего, единство церковное и со святейшим патриархом, и со всем собором нашим церковным, со всем священноначалием. Потому что любое действие по страсти, любое действие по страсти, а история церкви нас опять и опять этому учит. Разве раскол великий тоже 17-го столетия, это бы не было действие во многом по страсти, какую бы правоту внешнюю не исповедовала та или иная сторона. Разве многие великие, в кавычках, еретики, которые восставали против церкви, они не думали, что они действуют по правде. Нет, но они действовали по страсти и прежде всего по страсти гордыни. Поэтому мы должны осознавать, имея любовь ко Христу и к Его Церкви, что мы не гарантированы от ошибок, что мы не гарантированы от заблуждений, мы не гарантированы от действия страстей. Но если мы будем иметь веру во Христа, если мы будем каждый день в своей земной жизни прилагать усилия веры, Господь нас от этого избавит. Наш дорогой, к сожалению, покойный, протерей Дмитрий Смирнов, наш любимый для многих духовник и настоятель, он всю жизнь, все свое служение являл великое каждый день постоянство верности заповедям Христовым. Вот если привести пример человека, а всякий человек немощен, но все-таки привести пример человека, христианина, служителя Божьего, который всегда был верен заповедям о любви ко Христу и другому человеку, и в этом смысле, безусловно, единству Церкви, это действительно наш дорогой, любимый отец Дмитрий. И вот сегодня в праздник престольный наш боголюбской иконы Божьей Матери вспомянем и его в своих молитвах в особенности и будем брать пример своего образа и образа его служения, чтобы всегда оставаться верными Христу и истинно правде Божией, с какими бы мы вызовами в этом мире не сталкивались. Истинно помоги нам в этом Господе. Аминь. Еще раз всех с праздником, дорогие братья и сестры.